МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наедине со смертью. Ей позвонили во вторник, приехал человек в четверг, она два дня с этой турции забиралась. Трехлетняя девочка, оставленная на попечение бабушки, несколько дней провела в квартире с ее трупом. Социальная адаптация инвалидов. Если правильно сделаем медицинский уход, реабилитарство и так далее, дальше идет обучение, социализация, и дальше человек может трудиться каким-то образом. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ознакомился с работой некоторых социальных учреждений региона. Разошлись миром. Футбол получился такой боевой, нервный. Какой-то разумной игры было не очень много, я считаю. Первый матч первенства страны в группе «Урал» при Волжье не порадовал болельщиков забитыми голами. Мама, ребенок и нужда. Нужны деньги, но совмещать работу с воспитанием малыша не получается. Часто родители отдают свое чадо на попечение бабушкам и дедушкам. Увы, родственники не всегда залог безопасности ребенка. Бывает, что и под присмотром дети выпадают из окна или травмируются дома. 19 июля стало известно об очередном инциденте с участием ребенка. Практически все по классической схеме. Молодая мама уехала на заработки, оставила присматривать за своей трехлетней дочерью бабушку. К резковому повороту в этой истории никто не был готов. Около трех дней малышка находилась запертой в квартире со своей внезапно скончавшейся бабушкой. Не впервые, рассказывают здешние жильцы, молодая мама уезжает на заработки за границу, а именно в Турцию. Вот и на этот раз она улетела работать барменом, а свою трехлетнюю дочь оставила на попечение своей матери. Все бы ничего, заработала денег, вернулась обратно, да и волноваться не о чем девушка постоянно с родными созванивалась. Только вот несколько дней назад вместо голоса одни гудки трубку никто не брал. Ей позвонили во вторник, приехал человек в четверг, она два дня с этой Турции добиралась и сказала, ни в коем случае дверь не ломайте, а то меня материнскую лишат. Нет, другая бы сказала, бомбитесь, там ребенок. Ты два дня добирался. Плюс ко всему этому ребенок еще два дня там сидел. По словам соседей, они часто видели, как ребенок оставался с бабушкой, устраивал истерики. Кто-то из местных даже звонил молодой маме и просил исправить ситуацию. Только работу просто так не оставишь. А вот на этот раз, рассказывают жильцы, никто бы и не обратил внимания на случившееся, если бы не вода. Текла вода. Сначала горячая. Мы стучали, 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 стучали. Вызвали аварийку. Аварийка приехала, воду выключила, горячую. Началась, продолжалась текла холодная вода. Потом муж пошел вечером, посмотрел, что работает телевизор, что работает свет. Он взял, пошел, он меня электрик, пошел, выключил свет там. Тоже боимся. Соседи по этому поводу обратились к матери ребенка, потому что хотели вызвать службу спасения. Но девушка явно испугалась последствий, потому что запретила выламывать дверь без ее присутствия. Как только ей удалось вернуться на родину, выяснилось, что ее мать скончалась. По предварительной информации, по меньшей мере, в течение трех суток трехлетняя девочка находилась в квартире с трупом. Менсионер дал ей это попить, и она чуть-чуть полтора штуки не проглотила водой. Есть сведения, что ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в следователе есть данные о том, что бабушка злоупотребляла спиртными напитками. Об этом говорят свидетели-очевидцы, ну и знакомые этой семьи. Теперь этой историей занимается региональный следственный комитет и прокуратура Засвияжского района, который установит все обстоятельства по этому делу и степень ответственности органов опеки. Что же до трехлетней девочки? В тот день ребенка отправили на обследование в больницу, врачи которой диагностировали невроз. Никаких повреждений на теле не обнаружено. И, как сообщают соседи, за все это время, пока ребенок находился один, ни плача, ни криков слышно не было. Сами местные говорят об этой истории так. Это не больше, чем стечение обстоятельств. Анжела Забашта, Олег Тончин, репортер 73. Старики и дети – самая уязвимая категория населения. По мужчинам главная забота не только ближайшего окружения, но и государства. 20 июля в Ульяновск прибыл глава пенсионного фонда России Антон Дроздов. Он ознакомился с работой некоторых социальных учреждений региона. В частности, посмотрел, как живут пенсионеры в геронтологическом центре и обсудил вопросы дальнейшего развития государственных учреждений для пенсионеров, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Свою комнату она называет светлицей. Действительно, здесь просторно, светло и уютно. На подоконнике и на столе много растений, стены украшены картинами, есть телевизор и целый шкаф концертных костюмов. В геронтологическом центре Лидия Николаевна Тростина – настоящая звезда. И стихи читает, и поет в клубе «Ассорти». Этот дом стал мне родным. Здесь мне комфортно, здесь мне хорошо. Здесь мои друзья живут по интересам. Мы дружим тоже очень давно уже. И как увлечение нас как-то собрали и сплотили в клуб сначала караоке. А потом он перерос в клуб «Ассорти». Несмотря на то, что жизнь в геронтологическом центре комфортна, один из корпусов учреждения требует обновления, как внешнего, так и внутреннего. Главе Пенсионного фонда России представили проект развития социальных учреждений региона. Например, реконструкции требует и Димитровградский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Тема реабилитации и социальной адаптации инвалидов особенно волнует федеральные ведомства. Если правильно сделаем медицинский ход, реабилитация и так далее, дальше идет обучение, социализация, и дальше человек может трудиться каким-то образом. И получается, он социализирован, он имеет какой-то свой доход, он может участвовать в общественной жизни и так далее. И для общества это в целом большая... То есть ресурсы, которые вложены, они получаются, имеют отдачу. Уже сейчас совместно с медико-социальной экспертизой Пенсионный фонд России создает федеральный реестр всех инвалидов, детей и взрослых для того, чтобы отследить эту цепочку реабилитации и дальнейшей самореализации людей с ограниченными возможностями. И реконструкция специализированных центров, а также создание новых, идентичных Димитровградскому, является важнейшим элементом в этой цепочке. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73. В 2017 году приставы могут списать около 1 триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками. Такие данные распространила Федеральная служба судебных приставов. Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию, после решения суда ежегодно растет. В этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов. За первые пять месяцев этого года в ФССП поступило 4 миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 триллионов рублей. 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. Как правило, банки подают суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным. А сейчас коротко о других событиях из жизни страны и нашего региона. МВД России отменило приказ, запрещавший сотрудникам ГИБДД останавливать автобусы вне стационарных постов ДПС. Об этом сообщил представитель министерства Александр Горовой на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства. Александр Горовой доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками и принятых в связи с этим мерах. Так, из семи последних происшествий с участием автобусов, четырех из них водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по их вине, уже выросло на 21%. Говоря о мерах, представитель МВД отметил также наложение маршрутов движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД. По его словам, сейчас ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок. Ее результаты будут сообщены в органы прокуратуры. Кроме того, с учетом приближения учебного года будет проверен и парк школьных автобусов. В ходе патрулирования инспекторы ГИБДД заметили легковушку, которая, по их мнению, представляла угрозу для других участников дорожного движения. Оценив ситуацию, полицейские решили ее остановить, однако водитель игнорировал. После задержания нарушителя выяснилось, за рулем находился житель Сенгилейского района, имеющий водительский стаж 30 лет. В ходе процедуры освидетельствования на состояние опьянения установлено 1,08 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе или 2,16 промилле. До хрена, придурка, на дорогу! Ух, во! Сколько людей невинных, выгибатных! На водителя составлен административный протокол о лишении его водительского удостоверения, а автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. В региональном управлении МВД России состоялось ежегодное расширенное заседание коллегии ведомства по подведению итогов деятельности за первое полугодие 2017-го. Руководитель главка Юрий Варченко озвучил результаты по основным направлениям работы. Было подчеркнуто, что в целом массив зарегистрированных преступлений снизился на 21%. Почти на 7% возросла раскрываемость преступления. Самое пристальное внимание органами внутренних дел уделяется предупреждению преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. Результатом работы поздравления ситуации в данной сфере стало сокращение на 15% количества уголовно-наказуемых деяний, совершенных подростками, в том числе в состоянии алкогольного опьянения на 33%. В качестве проблемных вопросов выступающие обозначили незначительную раскрываемость преступлений, связанных с мошенничеством, сложную ситуацию в обеспечении экономической безопасности и противодействию коррупции, а также ненадлежащие условия несения службы участковыми и полномоченными полиции. Ульяновская область заняла вторую позицию в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон. Немалую роль в этом сыграло грамотное логистическое расположение промышленной зоны и, конечно, комплексный пакет преференций. Создание таких площадок дает серьезный толчок к развитию разноотрасливых производств. В Ульяновске об инвестициях говорят много, как и об открытии новых предприятий, только большинству скептиков подавая визуализацию. И если жители Левобережья промышленную зону с новыми заводами видят воочию, то жителям противоположного берега и посмотреть было не на что до недавнего времени. Теперь же с бульвара новый венец. Невооруженным взглядом видны вышки и лопасти первого в России ветропарка в городе на семи ветрах. В мае этого года в грузовом порту на левом берегу Волги пришвартовался транспорт, на котором в Ульяновск прибыли первые 42 лопасти будущего ветропарка. Не прошло и месяца, как первая установка возвысилась над Волжским берегом. На сегодняшний день уже смонтировано 8 подобных установок. Мощность каждой 2,5 мегаватта. А вместе после завершения строительства всего комплекса они смогут выдавать 35 мегаватт. Проект для нас он инновационный. Не только тем, что он первый, но и технологии, которые здесь используются. Ветроустановки, под одной из которых мы находимся, они на сегодняшний день являются одними из самых высокоэффективных. Вся ветростанция будет автоматизирована, все процессы управления будут автоматизированы. А персонал, обслуживающий практически не потребуется. По степени автоматизации Ульяновская станция сопоставима с европейскими и мировыми ветропарками. Специфика строительства заключается в большом объеме работ, связанных с безопасной транспортировкой, перемещением и подъемом на высоту до 90 метров негабаритных и тяжеловесных элементов ветроэлектроустановок и безопасной организации работ на высоте. После завершения строительства будет проведено полное благоустройство территории. И в итоге здесь останется зеленое поле, на котором можно будет продолжать заниматься сельским хозяйством. Никакого вреда он экосистеме регион не наносит. На предпроектной стадии мы проводили достаточно серьезные исследования. Единственный риск, который может быть, это столкновение птиц с лопастями. Но и он сведен к нулю. Здесь устанавливаются ультразвуковые отпугиватели птиц. Ну, собственно, птицы это место просто будут облетать. На сегодняшний день уже возведено восемь ветроэнергетических установок. У каждого ветряка находится комплектная трансформаторная подстанция. Все 14 подстанций уже построены. На них ведутся наладочные работы и монтаж вспомогательного оборудования. Продолжается прокладка кабельной продукции. Проект реализуется в соответствии с графиком. И к концу года планируется его ввод в эксплуатацию. Хорошее дело браком не назовут, шутят наши соотечественники в разговорах о возможности создания семьи. Ульяновский семейный совет решил положить конец шуткам и предложил заменить понятие брак словосочетанием семейный союз. Семейный союз, по мнению авторов предложения, это объединение во имя сохранения и приумножения семейных ценностей. Цель – добиться замены слова брак на словосочетание семейный союз во всех нормативно-правовых документах. Губернатор Сергей Морозов инициативу поддержал. Действительно, сочетание семейный союз лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что понятие семейный союз, на который в среду предложили заменить понятие брак, расширяет саму трактовку брака. Идея неплохая, так как защищает женщин и детей, рожденных вне юридически зарегистрированного брака. Можно дать больше гарантий, алименты, раздел имущества, обязательные встречи с папой и так далее. Правда, если интерпретировать семейный союз шире, то этот шаг к партнерству для однополых пар. Но если семейный союз законодательно закрепить как любовь и верность женщины и мужчины и еще добавить туда детей, то большой разницы между браком и семейным союзом нет. Защитникам традиционных ценностей опасаться в этом случае нечего. В Ульяновске взорвут самолет. Нет, это не боевые учения, а съемки сериала. Кинокомпания «Гамма Продакшн» из Санкт-Петербурга с 20 июля приступит к изготовлению нового сезона телесериала «Морские дьяволы» на территории Ульяновской области. Такое партнерство состоялось благодаря вхождению в губернии в 2016 году в пилотный проект «Кино России». Подробности в следующем сюжете. Сюжет сериала «Морские дьяволы» основан на реальных событиях. Жизнь бойцов спецназа, эффективно действующих на земле, в воде и в воздухе. Каждый из них полон решимости выполнить свой профессиональный долг. А в их коллективе самое важное – понятие дружбы, офицерской чести и братства. На территории Ульяновской области съемки сериала начнутся уже 20 июля. Актеры во главе с генеральным продюсером прибыли в город накануне. Картина «Морские дьяволы» выходит на экраны уже 13 лет и до сих пор не теряет высоких рейтингов. «Когда приходят письма от зрителей, которые требуют просто продолжения, и чтобы это никогда не заканчивалось, и как-то мы уже останавливались там на год, и казалось, что уже все, ничего не будет. И когда люди требуют, это очень здорово. И поэтому мы с новыми силами так включаемся в работу, тем более вот здесь. Это очень интересно, мне кажется. Сценарии интересные. Я читала первые 8 серий, поэтому будет, по-моему, очень неплохо. Съемки «Морских дьяволов» за 13 лет существования сериала проходили по всему миру и, конечно, в России. Ульяновская область заинтересовала кинопроизводителей большим количеством интересных локаций, которые идеально подходят под сюжеты сериала. У вас удивительный мост через Волгу, нам сильно пригодится. Мы нашли очень хороший контакт с училищем гражданской авиации, с администрацией аэропорта. Нам обещают самолет, который идет на разборку Ту-154, прямо вот выкатит на полосу, чтобы его можно было штурмовать, взрывать и так далее. Вот когда я вам все это рассказываю, понимаете, что это такие вещи, которые очень трудно организовать, например, в Питере и Москве. Выкатить самолет на полосу кого-то с писанными или организовать реальные съемки в боевой бригаде, тем более воздушно-десантной. Это очень-очень сложно. Это не первая масштабная киносъемка в Ульяновске и далеко не последняя. Счастливая случайность свела ульяновского кинопроизводителя Александра Крутова с однофамилицей Анной Крутовой из Москвы. Член ассоциации продюсеров кино и телевидения из столицы разглядела потенциал региона. У нас в планах развивать отрасль, образовательная программа, строить кинокластер. И я бы сказала так, что ваша область получается, вот вы и Калининградская область, с которой мы плотно работаем, впереди планеты всей. И скоро мы будем снимать здесь фильм «Родовая схватка», который поддержал Министерство культуры и сделан специально для Ульяновской области. Что касается «Морских дьяволов», съемки нескольких серий будут проходить в Ульяновске и некоторых районах области до середины сентября. Готовый продукт страна увидит уже в ноябре 2018-го. Екатерина Мазуряк, Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73. Спорт высоких технологий. 20 июля глава региона объехал несколько физкультурно-оздоровительных комплексов на территории областного центра. Среди них те, которые только возводятся, и те, в стенах которых не одно десятилетие воспитывают настоящих чемпионов. Озвучены инновационные задумки. Например, вместо привычных спортплощадок во дворах Ульяновска и Димитровграда появятся настоящие дворцы спорта под открытым небом. Каждый тренажер оснастят QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную инструкцию пользования снарядом или даже программу тренировок. Спорт должен быть доступным и современным. В Ульяновской области работа по возведению новых объектов физической культуры и реконструкции площадок с историей ведется полным ходом. Например, на нижней террасе строят фаворит – физкультурно-оздоровительный комплекс, который местные жители давно ждали. Новые спортобъекты появятся и в районах губернии – Теренгульском, Инзинском, Ульяновском. В областном центре и во втором по величине городе региона Димитровграде возведут инновационные спортивные площадки. Тренажеры сами подскажут, по какой программе нужно заниматься конкретному человеку. По итогам объезда развеялись десятки мифов о судьбе стадиона «Авангард». Не забросят, не забудут, напротив, обновят и модернизируют. Глобальная работа по развитию спортивной отрасли губернии отмечена на федеральном и международном уровнях. Крупные фестивали, соревнования и форумы пройдут в Ульяновской области. К примеру, 5 июля президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении форума «Россия – спортивная держава на территории нашего края». Заявка 73-го региона на принятие в 2019 году Всемирного фестиваля боевых искусств одобрена Международной ассоциацией ТАФИСа. К обилию крупных событий нужна основательная подготовка. Обеспечить ее призваны кадровые перестановки. Так, с 20 июля региональный Минспорт остался без министра. Освободить от занимаемой должности Сергея Сергеевича Кузьмина значит, вот соответствующий документ распоряжения. Если в вашем присутствии его подписываю, то, что с 20 июля Кузьмин Сергеевич освобождается от занимаемой должности министра спорта и физической культуры. Но безработным экс-министр оставался меньше минуты. Подписью в следующем документе глава региона назначил Сергея Кузьмина заместителем председателя правительства Ульяновской области. Отметим, что сенсацией эта ротация не стала. О перестановке слагаемых известно ровно неделю. Именно столько ведется прием заявок на участие в конкурсе по замещению должности министра физической культуры и спорта. Своё мнение относительно того, что не хватает самой спортивной отрасли губернии, жители Ульяновска уже выразили. Чего не хватает ульяновскому спорту? Ульяновскому хорошему руководителю, я считаю. И нет детских площадок для того, чтобы ульяновский спорт развивался. Надо, чтобы были во дворах какие-то снаряды. Всё с детства начинается. Я сама бывшая спортсменка, поэтому тогда было энтузиазма больше. Мне кажется, ульяновскому спорту всего хватает, в принципе. То есть нам ничего не надо исправлять, у нас всё хорошо? Не, ну исправить можно единственное, что, мне кажется, только если чистоту навести на этих спортивных площадках, хотя бы те, которые есть во дворах. Вот это. А так, мне кажется, достаточно. Может быть, хороших стадионов и хороших дорог, по крайней мере для велосипедистов, по крайней мере, такие аллеечки, чтобы были. Хороших спортсменов не хватает. Что нам не хватает? Место, где бы ребята могли бы заниматься более активно. Мне кажется, нам хороших спортзалов не хватает, оборудования, доступности. Финансовые, я имею в виду. Спорта нам всего хватает, наверное, по всей вероятности, я так считаю. Потому что у нас есть определённые достижения. И в лучшем случае будем стремиться вперёд. Побольше, наверное, соревнований между, как говорится, детьми и взрослыми. Но это должно быть от школы, от родителей. Всё это тоже зависит. Если кто хочет заниматься спортом, тот, конечно, занимается. Стадионов, наверное. Негде детям играть, я так думаю. Во дворах неблагоустроено всё. Наверное, помещений и разных спортивных каких-то стадионов точно не хватает. Конкурсный отбор на должность министра физической культуры и спорта продлится ровно месяц. Завершится приём заявок 14 августа. Футбольный сезон в Ульяновске официально открыт. Первая игра состоялась на стадионе «Старт» в рамках розыгрыша 1-256 Кубка России. В 50-м кубковом поединке в Алжане превзошли дебютанта профессионального футбола «Зеленодольский клуб «Анджи Юниор», для которого выход на футбольное поле стадиона «Старт» в Ульяновске стал моментом историческим. Ведь именно с этим матчем был открыт счёт официальным играм, сыгранным этой молодой командой. Ульяновцы оказались сильнее, одержав победу со счётом 2-0. Но это матч кубковый. Первый же матч сезона 2017-2018 в Алжане провели в Набережных Челнах против местного «КамАЗа». Подробности далее. В отличие от первого матча, в Алжанам не удалось завладеть инициативой. Да и быстрого гола не получилось. В первом тайме игровым преимуществом владели футболисты «КамАЗа». Однако до реальных угроз дело довести не удалось. В Алжане, в свою очередь, отлично отработали в защите, встречая и разрушая атакующие действия челнинцев. Понятно, у нас было преимущество, были какие-то голевые моменты, но, скажу коротко, если ни одного удара не попало в створ ворот, то не выиграешь. Поэтому закономерная ничья. Будем указывать ошибки, надеясь, побегут и забьют. Здесь при равной игре, ещё раз повторю, полумоменты надо реализовывать. Но ни одного момента, ни полумомента соперникам в первом тайме реализовать не получилось. В перерыве наставники команд не стали корректировать составы, но беседа с тренером, видимо, повлияла на футболистов. В Алжане вторую половину матча оставили за собой. Ульяновцы владели преимуществом и были близки к тому, чтобы открыть счёт. Но то ли мастерства не хватило, то ли везения. Да и голкипер «КамАЗа» уверенной игрой сохранил свои ворота вне прикосновенности. На последних секундах хозяева могли вырвать победу, но после удара со штрафного мяч прошёл выше ворот. Итоговый счёт 0-0, а значит обе команды положили в свою копилку по одному очку. Футбол получился такой боевой, нервный. Какой-то разумной игры было не очень много, как я считаю. По моментам где-то у нас, где-то у хозяев, я думаю, что нужно произвести закономерную ничь. Не было какого-то преимущества одной из команд. Следующий матч 23 июля «Ульяновская Волга» опять проведёт в набережных Челнах против местного «КамАЗа», но уже в рамках розыгрыша 1-128 Кубка России. И в этой игре ничьей быть не может. У тренеров обеих команд осталось всего пара дней для того, чтобы внести какие-то коррективы в игру, учесть ошибки и, если это необходимо, провести ротацию состава. Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне, цветы и штучки. Карла Маркса 17, где живёт красота. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшие системы очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Всё это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение. Укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 44-02-85. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. И в завершении важная информация от «Репортера-73». Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73. Здесь есть всё от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30-41-73 и вы в эфире. И это всё на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте, смотрите. Реальность сама складывает картину дня.